ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Спаси Спаси Добавил DimaTorzok 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 ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Песня «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аминь Субтитры создавал DimaTorzok 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 Благословение Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Преставал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok С праздником Сп TJldы создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Смерть и праздник Смерть И жизнь Вот вопрос жизни каждого из нас Потому, что Земля их землю отыдешь Потому что земля после битвопадения стала кладбищем, свалкой, чем угодно, только не рай. Земля, которая рождает нас, на которую мы ходим, становится нашей могилой. И вот на эту землю приходит Христос, Создатель этой земли. Но не такой земли, в которую она прекратилась после грехопадения. И нужно было и его смерть как человек, и его гроб, чтобы дать нам жизнь. И эту жизнь мы сегодня с вами получаем. Удивительно, понимаете, сил жить нет. Все плохо, все разваливается, все трясет. Но ты приходишь к Богу, у Которого есть жизнь. И ты, прикасаясь к этой жизни, начинаешь опять встаешь и живешь. И идешь за Христом. Поэтому, конечно же, все в жизни Христианина меняется. И понятие смерти, и понятие жизни, и понятие, что такое хорошо и что такое плохо, они действительно кардинально меняются в нашей жизни. Потому что мы прикасаемся уже к жизни вечной. К той жизни, где не мое все, а Божие. Где человек чем больше отдаст, тем больше получит. Где человек действительно может быть в радости, которую никто и ничто не покидит. Поэтому к этой радости мы все сегодня пристали. И вот мы прикладываемся, поклоняемся, лобызаем плащаницу. Мы благозаем ту, которая стала честнейшей, герувимой, славнейшей, без сравнения с Серафимом. Ту, которую не удержал закон жизни земной. Которую взял Христос в свое царство, чтобы она ходатайствовала по каждому, кто ищет покрова Божия, кто ищет ее помощи. И так получается, если у дни умирает святой, его нету на земле. Но его молитва распространяется, она становится большей. Значит, жизнь становится большей. Когда-то умер святитель Николай. Где-то, когда-то, понимаете, в тысячах километрах отсюда. В какой-то исторический период. Но он живой, и он нам помогает, и мы обращаемся с ним. И у меня опыт такой был маленький. Много лет ездил к отцу Николаю Гурианову на остров. И вот нету батюшки. И вот мы думали, что, как. И поехали первый раз. И я почувствовал, что он ближе стал. Потому что по каким-то земным предразумениям были моменты, когда трудно было попасть и поговорить. В какой-то последний период его жизни. А тут доступность, понимаете. И мы видим, что у нас есть мощи святых. Мы, конечно бы, если бы они были живы и были в каких-то странах, очень трудно было бы попасть и спросить, и спросить какого-то благословения, помощи, совета. А сейчас мы можем подходить и преодолевать этот барьер смерти и обращаться к святым, прикладываясь к их маленькому кусочку тела. И это действительно победа над смертью. Тоже победа над смертью. И мы, конечно же, с вами должны к этой победе идти. Мы должны эту победу прожить. И мы проживаем ее в нашем церковном, православном календаре, когда Христос умер и не един в ограбе. Когда прекрасное, удивительное слово Иоанна Златоустова, где действительно гимн жизни. И нам этот гимн надо усвоить. Но в нас живет грех. И вот в этом-то и вся трагедия. Что поверив в себе, мы потеряем места. Мы потеряем жизнь. А как жить, не веря, не доверяя себе? А люди духовной жизни говорили, пока не ляжешь в гроб, не верь в себе. И вот это все время мучает человека раздвоенность. И апостол, даже великий апостол Павел говорит, живет во мне два человека. С одной стороны, я все могу, укрепляющий меня Иисусе. А с другой стороны, что я ничего не могу, потому что хочу одно, а делаю совершенно другое. И живет во мне этот закон смерти. Грех живет во мне. Но мы верим, верим в то, что этот закон смерти будет побежден. Что рано или поздно мы, может быть, в последние минуты нашей жизни, все-таки почувствуем, что кроме Христа, кроме Его любви, в жизни больше ничего нет. А сегодня у нас много проблем, и в них мы путаемся, в них мы, конечно же, под ними, под тяжестями этих проблем мы бывает и надрываемся, и унываем. И это потому, что мы не верим, что все уже совершилось, что все уже произошло, что мы спасены. Что нам только надо сохранить доверие к Богу и потерпеть каких-нибудь несколько десятков лет. Ну, иногда, когда ты знаешь, что впереди жизнь, когда ты знаешь, что твои сегодня болячки, твои неудачи, твои потери, все это временно, а впереди жизнь вечная, когда человек по-другому, у него появляются силы, по-другому смотрит на всю свою жизнь. Как страшно, когда человек не верит в свое бессмертие. Как страшно, когда человек живет только телом, плотью и кровью, которое, конечно же, с каждым годом стареет и умирает, но мучительно имеет. И как радостно, когда человек находит свободу в Боге, когда человек действительно говорит, что все, я доверяю Богу, и сегодня я не хочу думать и путаться в каких-то своих человеческих подсчетах и расчетах, все в руках Божьих. И я буду сохранять мир, чтобы не было вокруг меня, и какие бы известия не пришли и не попытались лишить меня этого мира. Поэтому, слава Богу, что у нас есть храм. И храм – это не только здание церковное, в котором совершаются таинства Христовые, в котором мы собираемся для соборной молитвы. Храм становится всем миром, весь мир становится храмом тогда, когда человек находит Бога, и находит Бога в своей жизни, и в тех людях, которые рядом с Ним. Когда человек действительно понимает, что без молитвы, как дыхание нашей души, жить невозможно. Поэтому, конечно же, нам нужно взрослеть, нам нужно, понимаете, созревать, потому что в конечном счете вся жизнь – это созревание человека вечной жизни. И вот честнейшая хирургима, славнейшая без сравнения с хирургима, она действительно в своей жизни готовилась к этому успению, придавая все в свои руки, перешагивая всякие законы земной жизни, когда, понимаете, ангел говорил немыслимые слова, но доверие к Богу было сильнее, чем логика земли. И те раба Господни будут мне по глаголу твоим. И сегодня нам, понимаете, мир предлагает какие-то, понимаете, вопросы, говоря, ну а как это получится? Да вот как он пил и будет пить, он колется и будет колоться, он куда-то, понимаете, разрушает все и будет разрушать. И мы должны довериться Богу и верить, что Господь силен, понимаете, и смирить, и восстановить, и очистить, и осветить каждого из нас и наших ближних в том числе. Поэтому дай Бог нам сил и веры и надежды на то, что мы с вами победим этот мир, что мы с вами уже в этой жизни победим смерть и будем уже не под законом буквы, а под благодатью, где действительно все поспешенствует во благое. Спаси и сохрани всех Господь. Праздник! Праздник! Благодарю тебя, Господи Боже мой!